Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN. Что? В игре появилась новая машина и вы хотите увидеть абсолютно честный обзор на этот танк перед тем, как на него тратить свои реальные деньги или кровную голду? Тогда заходите ко мне на канал, потому что буквально через 2-3 минуты после появления танка в игре вы уже на канале найдете абсолютно честный обзор на ту или иную технику. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите лайк данному видео и обязательно не забудьте прожать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о выходе новых видосов. Ну а буквально пару минут назад в игре появилась Тайп 5 Кори. Это ПТХ Япония, 8 уровень коллекционная тачка, которая порадует ПТ-водов, но далеко не всех. Сейчас обсудим все доподробно. В отношении внешнего вида не буду сильно останавливаться, просто прикольный, просто интересный, гораздо лучше чем без него, но будем говорить откровенно, мне лично смущает вот эта вот маска на орудии. Такое впечатление, что я играю на каком-то комаре-мутанте. Ладно, о вкусах не спорят, поэтому на этом останавливаться не будем. Гораздо более важным является то, какими техническими характеристиками и потенциальными возможностями обладает данная ПТ-шка. В отношении орудия, а я всегда зацениваю в первую очередь именно его, здесь в принципе все комфортно. 3,3 время сведения, разброс вполне себе достойный, приемлемый, вполне себе реализуемый ДПМ, но только если вы играете от команды, потому что если вы попадаете в замес куда-то, выносят первым именно вас. В отношении времени перезарядки все комфортно, 10,4, пробитие 246 на базовом и целых 290 на голдовом снаряде. При этом стоит отметить, что разовый урон 440 единиц, а если стреляете голдой, то он несущественно падает, всего лишь на 15 единиц урона и составляет 425. То есть по большому счету вы не чувствуете особой разницы в отношении урона, когда стреляете базовым либо голдовым. Единственное, что вы действительно чувствуете, так это то, что вы имеете больше шансов пробить своего соперника, нежели на базовом снаряде. В отношении угла склонения орудия вниз минус 6 и да, действительно очень часто не хватает. Не знаю почему, но мне бы хотелось, чтобы орудие вниз склонялось немножечко получше, особенно с учетом того, что солба ПТ-шка хоть и забронирована, но далеко не идеальна. В отношении подвижности и маневренности 38 вперед вполне нормальная скорость для ПТ-шки на восьмом уровне, а 15 назад позволяют довольно часто откатываться раньше, нежели получите какую-нибудь тычку. В отношении живучести машины все зависит от того, насколько вы умеете играть на ПТ-шках без рубки, ну и стоит отметить, что борта прям очень большая и очень большой борт рубки, то же самое касается кормы, да и по высоте машина далеко не маленькая. В целом, ребят, не самая живучая ПТ-шка, но она, наверное, и не должна была быть такой, хотя хотелось бы, чтобы броней она все же обладала. Ну что, берем ПТ-ху и поехали все остальное обсуждать непосредственно в бою. Ну что, ребят, давайте начинать тестить. Скажу откровенно, Type 5 Cori произвела на меня впечатление позитивное, но не умопомрачающее. Что я не прочувствовал в машине? Я не прочувствовал в ней какой-то изюминки. Тут нет ничего. А с другой стороны, это и хорошо, что в ней особо ничего такого нет. Это говорит о том, что она просто неплохо сбалансирована. У нее действительно нормальный баланс всего. И подвижности, и маневренности, и времени сведения, и разброса. Да, порой подводит точность, и говорить о том, что прям белке в глаз каждый выстрел, нет, не получится. Но в целом, привыкаешь и играется вполне себе нормально. ПТ-шка предназначена однозначно для игры от команды, ни в коем случае не соло. И самостоятельно за себя она постоять, ну, не сможет однозначно. Стоит также отметить, что у ПТ-хи есть угол поворота орудия влево и вправо в целых 14 градусов в обе стороны. Итого получается 28 градусов от края до края. Что позволяет отыгрывать за какими-нибудь домами, не полностью разворачиваясь на ПТ-хи, имеется в виду корпусом. Ну, а плюс к тому, поскольку лучше всего на этой ПТ-шке играть все-таки на дальних расстояниях, на данной ПТ-хе можно вполне спокойно долгое время вести своего соперника в прицеле, перед тем, как совершить выстрел, и при этом не доворачивать корпусом, а значит, не увеличивать свой круг разброса. Так, как это сейчас получилось, я, честно говоря, не совсем понял, почему именно в единственную красную зону, которая была. Ну да ладно. 440, а то и больше единиц урона за каждый выстрел, действительно может сделать больно практически любому сопернику на уровне. Ну и стоит отметить, что время перезарядки тоже очень даже комфортное. Сейчас ждем того, кто будет наглеть проезжать. Ну давай, кто? Кто пойдет? Давайте, ребят, добираем. Не держите его долго. Здрасте! Забор покрасьте. Получает на 400 с копейками, ну и, соответственно, у меня хватает 15 километров хода назад, для того, чтобы откатиться и не получить никакую тычку в ответ. Ждем-с. Ладно, поехали. Пока ждать будем, бой закончится. Как вы видите, скорость набирает вполне себе достойно. До максималки доходит очень даже быстро, и это позволяет в любой момент сорваться с места и полететь туда, куда тебе сейчас необходимо. До свидания, раз. Ну и до свидания, два. Осталось двое соперников, поедем поддержим нашего великолепного Маркулского. Слышали этот звук только что? Это кто-то подписался. Берите пример, подписывайтесь, если вы еще этого не делали. Буду вам безумно благодарен. В отношении точности, вот сейчас, как видите, показывает себя на достойном уровне. Один соперник выжил, молодец, видать, спрятался где-то. Ну а в целом, наша результативность по бою получилась довольно-таки неплохой. Да, безусловно, стоит готовиться к тому, что играть придется осторожно. И стоит помнить по поводу того, что данная ПТХ однозначно не предназначена для того, чтобы первым идти в прорыв какого-то направления, уж тем более направление тяжелых танков. При этом все рассчитывать на какие-то заоблачные достижения тоже, скорее всего, не придется. Ну, разве что вам совсем повезет с позицией, вы просто будете стоять и в наглую набивать урона по засветам своих союзников, вообще никуда не перемещаясь. В отношении того, какое место мы занимаем в нашей команде по урону, то это, как видите, второе место с достойным отрывом у нашего союзника на Скорпионе. Но я не могу сказать, что с учетом разового урона Скорпиона, это действительно какое-то большое достижение. ПТХ интересная, ПТХ прикольная. Вопрос только в том, за сколько она вам достанется, любите ли вы играть на ПТ, тем более на ПТ, не обладающей рубкой. Ну и в отношении ПТшек, на которых не так уж и просто выживать, тоже стоит хорошенько задуматься, подходит вам такая ПТХ или нет. Если вам не подходят ПТХи, на которых выживать сложно, то, скорее всего, Тайп 5 Кори не поддастся вам и, скорее всего, произведет на вас исключительно негативное впечатление. На меня ПТХа произвела впечатление позитивное. И да, я хотел бы себе данную ПТшку, но не считая ее прям самой наилучшей на восьмом уровне. И имбой назвать ее, безусловно, не осмелюсь, но приятные моменты в ней однозначно есть. Если вы хотите видеть исключительно честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, друзья мои, как я говорил, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Стараюсь специально для вас и искренне желаю вам мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.